Пару из детства не втыкал. Всем привет! Оказывается, у нас сегодня весеннее равноденствие, 20 марта. Ну, приступим. Вот такой инструмент пришел нам с Вайлдборис. Я тоже заметил. Резинка осталась там. Вот она. Я такой хотел сказать с резинкой, а резинки нет. Привет! Ну, это было весело. В общем, она одета здесь вот так. Точнее, надевается. Такой топор. Фирму мы не будем показывать нам. За рекламу никто не платит. Тебя все равно слышно, не будет микрофона у меня. Хорошо его видно? Вроде бы прямой. Вот сейчас я вижу, что он прямой. А то по отзывам читал, у всех топоры кривые пришли. У них вот это место сюда, блин, было загнуто. А здесь как-то его как будто прессовали. Он вот сам здесь, когда идет, он какой-то вот такой, но все равно ровный. Я думаю, если нормально. Но, я правильно сказал, он заточен как колун. Да, но не получится все равно спрятать фирму. Вот ее видно, да. Да не, она не оторвется. Пойдем. Ну-ка. Слушай, неплохо. Труху рубят. Это труха. Ладно. Вытыкаем микрофон. Вытыкаем. Хаскин. Ну, как обычно. Ну, давай. Пробовать рубить. Давай. Не. Он тупой. Топор тупой колун. Короче, заточен он. Как колун. Как колун. Тупой, как не знаю чего. Ну да, прорубил совсем немного. Что скажешь? Не знаю, что сказать. Но не зря в комментариях было написано. Топор тупой. Отойди-ка. Не. Тупой. У меня мачета лучше рубит. Если я сейчас мачеты буду рубить. То и то отрубишь быстрее, чем этим топором. Да. Тупой, тупой. Он вот, смотри, колоть. Видишь, он как хорошо колит? Короче, он колун. Но не... Во. Он колун. Ну да. Ветрище, конечно. Но нормально, думаю, все будет. Значит, что? Будем пытаться срубить вот это вот сухое дерево. Нет, срубить. Ну, точнее, просто порубим его немного. Блин, какой порубим? Ну, или так. Понятно. Учим совметать топор. Да? Я топоры с детства не втыкал. Топор. Ты еще потеряй его. По крайней мере, мы видим, что он не разлетается. Так, почти. Но он, видишь, даже не втыкается. Вон он только в кору хорошо рудит. Не более, да? Так. Недолет. То недолет, то еще. Сколько же, интересно, Артурчик тренировался. Он в одном из видео. Топор вот только на таком расстоянии кидает. И он прям летит. Ду, втыкается. О! Вот он и ваткнулся, красавчик. Опа! Прикольно. Ну что, ваши эмоции? Ха-ха! Фугарно! Мои эмоции положительные. Ну что, еще разочек? Ну, давай еще раз попробуем. Опа! Давай. Может быть, скоро пригодится. Ну да. Умение метать топор. И уже фигня. А, воткнулся? Меня просто за экраном не видно. Вот он и ваткнулся. Просто суть какая. Это надо тренироваться постоянно. Ну да. У вас в детстве чего было? Сейчас, точнее. Чего у вас в детстве? Вот наш телефон. То есть вот вспомните слова своих родителей. Когда они вам говорят. В телефоне сидишь только. Пошел бы лучше с друзьями на улице погулял. Мы вот в детстве. А вы глаза портите себе этими экранами. Ну, примерно так, да, они вам говорят? Топоры кидать, конечно, куда безопаснее. Да. Прям безопасно. Опа. Офок. Ага. Ну, я его вот поэтому и хотел топор покидать в такие деревья. Отлично. И еще одно попадание. В общем, как это сказать? Два-три раза я промахиваюсь, один попадаю пока. Это учитывая, что я лет... Ой, блин. Много. Лет в 13 не кидал топор. А сейчас тебе с... С чем-то там. Не пали, контор. Ну, мы это... Заблюешь. Запикаем. Да. Не ваткнулся. Ну что, еще разочек? Еще разочек. Давай. Блин. Опять нет. На солнце посмотрел. Посмотрел на солнце. У меня дерево слилось. Я уже не видел. Куда кидать? Куда я кидаю. Еще больше разбомбил кору. Там это... Там видишь, что? Оказывается. А-а-а. Там вмятина. Я бы уже понял. Поэтому он воткнулся, но не воткнулся. Потом в снегу его почищуешь, а то видел бы ты его. Конечно. Оу. Кажется, плащ мяю вообще лег. Саян, подрубил кору. Очень серьезно. Ха. И в правду. Чуть-чуть-то подрубил. Но среди всех этих опилков его не найти, этот кусочек. Ну это да. Да мы и не собирались искать. Ну да. Слушай, интересно. Ну, давай еще пару раз. Пару раз. А там посмотрим. Да. Боткнулся. Ну низом. Сними-ка. Ну-ка. Как это выглядит? Ну вот. Оба. Не, воткнулся-то он лезвием, но еще рукоятка выпьешься. Враг повержен. Да. Есть одно но. Дерево ничем не стреляет и не кидается в ответ. И не движется. Да. Отлично. Снова. Знаешь что? Вон оттуда вот. Сними. А, как это здесь да лежит. Ну, то есть, как я кизаю с этой стороны, и как оно дерево прилетает. Вообще, держи постоянно. Не, ну это далеко. Я имею в виду ты на меня, и как... А. И резко на дерево. Кадр-то не потеряется. Не боись. У тебя не отлетит. Не выехал. Заметно. Попытка номер два. Вот как начинают понты на камеру. Как понты на камеру. Ничего не получается. Да. Как говорится, зозион. Он что, а, нет, он мне опять показалось. Нет, он низом воткнулся. Почему сразу низом? Вот этим. А, понял. Ну что, еще разы? Нет, ну по факту. По факту. И опять 25. Да. Но мы нарежем. Да, типа туда фига мет. Нет. Давайте рассудим так. Если вы собираетесь охотиться на зайцев с топором, башку-то вы ему так и так пробьете. От такого удара. Нет, надо сточить. Вон он. Вот так вот лезвие. Смотри, сколько раз воткнулся. Вот они, две прорубки. Он ударяется и отлетает. Их не видно, кажется. Отходи. А, да, сейчас я встану мишенью. Идеально. И ворон, как всегда. Вон летит, снимает. Где? Не вижу. Да все, он уже у него туда улетел. А, ну ладно. Асфальт. Ну, бывает. Ну, я прям заснял, как он втыкался. Ну, отлично. Потом посмотришь. Знаешь, в чем плюс современных топоров? Деревянная ручка уже броскололась. А, понятно. Видел, он тоже воткнулся в плашмень. Да, я видел. И вылетел. Плашмень-то воткнулся, но ничего. Надо, чтобы он втыкался либо вот так, либо вот так. Самое главное, дети, не повторяйте это. Сказать, что эти трюки деланы профессионалами, это вас обмануть. Я такой же непрофессионал, как и вы в метании топора. Ты видел? Да, видел. Прямо на записи потом посыл. Оп. Вон сколько прорубил. И неплохо. Я говорю, если вы остались в лесу с топором и бежите из последних сил за заяцем, ну, вы его по-любому зашибете. Ну, да. Надо подкручивать чуть-чуть ручку. А. Видишь, как вы... Вижу, вижу. Ну, вот, вы, можно сказать, попали в задницу слону трех метров. Ну, ведь так и есть, как он сырочек. Что я вам можно сказать напоследок? Как вы видите, топор не сломался. А еще плюс с этим, можно забивать гвозди. Короче, это... Мол, как сказать... Ну, ладно, потом как-нибудь. Не, он тухой. Смотри. Угу. Иди, посмотри. Это вот ты его раза несколько ударил, а вот только вот. Больше ничего. Ну, давай, мне неудобно с левой стороны было. Я сейчас вот отсюда еще. Вот так и есть, с этой стороны. Давай. Ну, все равно слабо идет. Да. Он тупой. Ну, так смотрю за руку. Даже для тупого неплохая. Ну, на мой взгляд. Я не профессионал. Я любитель. Поэтому я считаю, что... Это уже неплохо. Видишь, он втыкается только в эту. Ну, значит, надо его поточить с кем-то. Ну, да. Ладно. Идем к столу. Выключай. Да. Спасибо. Продолжение следует...